Совсем маленький, хрупкий. Он мирно спит на руках у мамы и пока не понимает, в какой непростой ситуации сейчас находится. Самир Квицине родился недоношенным из-за ухудшения в состоянии матери. Состояние ребенка сразу было тяжелым. Диагностировали кислородное голодание. На 11-е сутки малыш был переведен с отеком головного мозга в детскую больницу. Вскоре Самира оттуда выписали. Но на третьем месяце жизни мама начала замечать неладное. Я начала замечать, что мой ребенок начал отставать. То, что делает его сверстник, он не делает этого всего. И я обратилась к нервопатологу. Она мне то же самое сказала. Она сказала, что у него отек мозга, что он может тоже отставать от своих сверстников. Если мы не будем это лечить, она сказала, что он может к худшему этому прийти, еще может намного хуже, чем сейчас. Она говорит, что если мы то года не вылечим ребенка, это к хорошему ничего не приведет, она сказала. Руками он не так двигает, очень медленно ногами, головой тоже вообще в одну сторону лежит. В другую сторону сам не поворачивает, если ему ее не помогает. Он даже сам не поворачивает, сам ему помогает, чтобы он поворачивал, все такое. И наш знакомый мне сказал, что надо обратиться к фонду Ашанова. Ну, я приехала к фонду Ашанова, я сказала так, что ребенок такой. Мне сказали, что они мне помогут. И сказали, что в декабре мы уже, если соберем деньги, мы уже отправим ребенка на лечение. Если сейчас экстренно не собрать необходимые 350 тысяч рублей для спасения здоровья Самира Квициния, то потом уже будет поздно что-то исправлять. В семье таких денег нет, оба родителя ребенка не работают. Перинатальные поражения центральной нервной системы чреваты задержкой психического речевого развития. Однако нашего маленького соотечественника уже ждут в научно-практическом центре детской психоневрологии в Москве. Ребенка необходимо собрать 350 тысяч рублей. Ребенок Самира Квициния нуждается в экстренной помощи. Если сейчас своевременно ему помочь, есть вероятность, что он полностью сможет восстановиться и не отставать от своих сверстников и быть здоровым. И я, как член попечительского совета, обращаюсь ко всем нашим гражданам как-то сплотиться и собрать эту небольшую сумму для того, чтобы спасти жизнь ребенка. Если правильно и вовремя начать лечение, то есть все шансы добиться частичного или даже полного восстановления функций нервной системы ребенка, необходимо лишь 350 тысяч рублей, и Самир сможет начать свою реабилитацию даже до Нового года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова